Друзья, мы рады вас приветствовать в очередной серии по постройке болида с Суббатом. В прошлой серии мы ездили на трек и мы до сих пор находимся еще под впечатлением этой поездки. Наконец-то получилось у меня перебороть страх, страх большой скорости, закладывания в повороты, то есть я перестал бояться и мне прям вообще я очень сильно кайфанул от этой поездки и мне очень охота съездить туда еще разочек и я хочу чтобы женик тоже попробовал. Ну это надо, это надо. Потому что он он все-таки так и не переборолся. Да, что-то настроения не было, кататься я прокатился конечно попробовал, ну все это вы видели. Но почему-то именно чтобы сорвало меня куда-то в занос у меня такого желания не было. И почему-то все на Женька возложили. Да, я в общем я переборол себя, ну благодаря конечно моим друзьям, это они меня заставили. Я тоже очень сильно боялся, переживал, не хотел, думаю блин мне будет так страшно, я не хочу этих переживаний. Но они все-таки меня заставили, я прокатился сначала с Иваном, а потом он заставил меня прокатиться в одного и я почувствовал, что у меня начало кое-что получаться. Я перестал бояться и это самое наверное главное в этой поездке. Я прям очень рад, что это все случилось. В общем я очень хочу еще поехать туда, пока у нас еще вроде бы как лето и можно съездить, можно съездить покататься. Но не все так просто, поскольку опять какие-то существуют проблемы, небольшие, но проблемы, которые хотелось бы исключить, чтобы они не мешали именно кайфовать и наслаждаться именно поездкой по треку. Ну да, и отрабатывать виражи все эти. И хороший стимул кстати у нас появился, то что автомобиль похвалили. Да, да, Ивану очень сильно понравилось, то есть как бы он прокатился и если честно он говорит, я даже не ожидал, что вот эта самодельная тачка может так обалденно ехать. У него тоже впечатления просто положительные, то есть особых претензий он ни к чему даже не придрался, то есть на что он не обращал внимание, говорит все, все обалденно. Вообще на самом деле перед поездкой у меня было какое-то такое пессимистичное настроение, то есть мне не совсем было понятно, нафига мы вообще его построили, если на нем даже просто по городу ездить нельзя, на треке мы ездить боимся. И какое-то такое настроение, мы ехали на треке, я думаю блин, ну приедем сейчас, ну да, там кто-нибудь посмотрит, что-то скажет свое мнение, как бы, ну да, может даже если ему понравится, как бы, ну это совсем все равно не то. Но после того, как в реальном, я прокатился и это прям мне доставило удовольствие, я загорелся по новой, по новой заниматься этим болидом. А проблемы у нас какие есть? Самая основная проблема, болид у нас не ехал. И тому виной? Да, то есть тому виной оказался интеркулер и я очень сильно, если честно, по этому поводу был расстроен. Особенно потому, что мы с самого начала попробовали сделать замер до сотни и показатели были просто отвратительные, просто отвратительные. У нас до сотки там лучшее время что-то было около 6 секунд. Что-то 5,7 или 5,8 что-то было. Да, то есть, ну, а по ощущениям она нифига не ехала. Я такой, блин, думаю, я расстроился, думаю, сейчас придет у нас гонщик уже, он сядет, прокатит, скажет, что вы мне за корыто подсунули, оно вообще не едет. Да, тут в этом случае такая, да, он прокатился, получается, на максимальном бусте, а на максимальном бусте она получается, как он, новое слово для меня, это овербуст, это, короче, передув. Он сказал, вроде как передув, и я говорю, да, возможно, получается, сделаемое минимальное. И как бы она поехала не так, как ехала раньше, но, по крайней мере, она уже ехала. И тогда он уже ему понравилось. Но мы-то знаем, что она может ехать лучше. Да, то есть, ему понравилось даже в этих настройках. На 0,6 ему понравилось. А если бы он поехал на килограмме, как мы ехали, вот там-то она валит прям вообще. Но из-за того, что проблема с интеркулером, проблема заключается в том, что воздух не может, это объем воздуха не может через него беспрепятственно проходить. Он как забитый фильтр. Да, получилось какая-то, короче, полнейшая фигня. И нам придется всю эту красоту теперь убирать отсюда. Ну, я честно расстроился, когда понял, что с ним проблемы. То есть, сколько мы мучились, создавали, денег потратили сюда немало, и это не работает. Зато у нас есть колоссальный опыт. Мы теперь сможем сами варить алюминиевые радиаторы. Ну да, если вы не хотите. Я прям очень много лет хотел попробовать, но что-то как-то не выдавалось. Попробовать сварить алюминиевый радиатор. Как оказалось, тут ничего сложного. Берешь просто и варишь и делаешь. Вообще элементарная задача. Но проходное сечение маленькое, поэтому поэтому мы все это дело убираем, и мы уже приобрели вот такой-то штатный интеркуллер. С ним все будет обалденно. Единственное, что мы не стали ставить тот старый, который у нас стал. Он у нас был очень сильно весь по замяту. Сами можете состоянию посмотреть. Все измято, водой или грязью, ничего. Все поставим его. И для того, чтобы он лучше охлаждался, мы, скорее всего, сделаем какие-то шторочки, которые будут завихрять воздух, направлять в него. И мне кажется, этого будет достаточно. Вообще, честно, я думал сделать вот что-то прям такое. Мне кажется, не шибко трудно будет. Ну, это не важно. Но еще у нас проблема. Даже при тех скоростях, которые я ехал, она уже началась, это отлив топлива. То есть, если бак, вот буквально чуть-чуть меньше уровень начинает падать, топливо отливает, и в затяжной дуге, когда фигачишь, ну как фигачишь, фигачишь это, конечно, громко сказано, то есть, ну, едешь... Не, ну, все равно там больше ста идет, скорость. Ну, скорость, да, была больше сотки. Ну, в общем, по этой дуге идешь, бензин отливает, и она начинает глохнуть, там, короче, не едет. Ну, с этой проблемой пока еще мы не решили. Ну, точнее, решение есть, но как это воплотить в жизнь? Третья тоже такая нехилая проблема, это тормоза. Тормоза оказались у нас нестабильные. И нестабильные они из-за того, что мотор турбовый, вакуум в нем непостоянен. Да, тормоза разные. Но, как говорит Женек, нужно поставить просто клапан. Ну, и шланг поменять. И все, все встанет на свои места. А так, в целом, прям, прям обалденно все. И причем мы ездили на старой, на вот этой обычной резине. Да, не ставили трековой резине. Я вот лично за кадром упрашивал пилота, давай мы тебе трековую резину поставим, давай трековую резину поставим. Нет, надо говорить, сначала научиться на вот этой. Да, и причем у него, то есть он особо еще даже не вкатился, он на пару кругов сделал, замерили время круга и оно получилось как у заряженного цивика на трековой резине. Да, ну трековый он на цивике. Как он говорил, если на цивик поставить вот эту резину, далеко до этого параметра не дойдет, до этого времени. Ну да. А у вас, говорит, на обычной резине уже такое время. Это уже стимулирует. Да, я прямо стал гордиться проделанной работой. В общем, так, друзья, мы начинаем делать, ну а вы уже наблюдайте за происходящим. А, ну тут тоже можно, конечно, поговорить еще по поводу интеркулера, почему не STI. Короче, много информации было перечитано и смысла особо нет. Короче, вот смотрите, есть определенное количество трубочек в интеркулере. Они отвечают за пропускную способность интеркулера. С чем у нас появилась там проблема. Ну да, STI есть там, он повыше, но он менее широкий. То есть, соответственно, вот этих трубочек опять меньше. Да, опять же, плохая пропускная способность. Плюс такой маленький STI стоит уже в районе десятки бэушный. Есть пошире, да, те еще дороже, а есть там вообще какой-то там вообще здоровый. Ну, ни третьего варианта, ни четвертого варианта в продаже на данный момент нет. Потому что было просто решено взять опять стоковый. С ним проблем не было. Единственное, надо сделать ему направление, чтобы эффективность охлаждения была лучше. И нам этого будет достаточно. Как опять же, пилот нам сказал, говорит, здесь большая мощность не нужна, не гонитесь за ней. Вот этой мощности вам за глаза. Так что мы не будем сильно замудряться и сделаем все в стоке, с обдувом и все. Ну а уж, когда нам будет явно не хватать мощности, добавить-то мы всегда ее сможем. Да там недолго. Турбинку компьютер прошить и полетит, как ласточка. Мы, если что, из этого интеркулера сделаем радиатор печки для зимней версии. Все-таки вполне возможно, вполне возможно, что случится, звезды так сложатся и мы поедем на Байкальскую милю. Вот так вот тогда. И тогда нам прям по-любому пригодится печка. Ну, есть у меня такое предположение, почему у нас не работает. Как бы, если логически рассудить, это интеркулеры-сористы 2GZ-GTE и он как бы там в стоке работает. Ну, либо он плохой, либо мы сделали неправильно, вот этот вход и выход. Может быть, надвал с этой стороны, либо с этой стороны. Не, ну, конечно, как бы из-за того, что воздух идет и он сразу же ударяется в стенку прям в прямую, это неправильно. Ну, я не думал, что это настолько сильно будет влиять. Вот эта банка греется прям вообще ужасно, просто хоть яичницу сжареной. Потом, конечно же, ну, у этого кулька у него вот эти вот расстояния чуть больше, чем у того, что как бы пропускную способность тоже он теряет. Ну, возможно. Но они шире. Короче, тут есть тоже свои тонкости, которых надо прям досконально разбираться, чтобы прямо взять так вот и с первого раза сделать. Ну да, первый раз у нас, ну, скорее всего, просто-напросто не изучили этот вопрос и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можешь успокоить телезрителя это временное решение, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, кто его знает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может быть, к ней прилепим все остальное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, на самом деле, вот этот материал, полиэтилен высокого давления, он обалденный, он очень крепкий. Если вот из него бы получились сделать все остальные кузовные элементы, было бы просто вообще отлично. Но он очень тяжело поддается формовке. Не знаю, получится ли с помощью вакуумного стола это сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне дали погонять новую курточку. Итак, друзья, в общем, едем сейчас на полигон. Поскольку мы поменяли интеркулеры, хотим проверить, чтобы продолжать дальнейшие какие-то работы, нам нужно проверить, в чем все-таки была причина такого отвратительно медленного разгона. Сейчас едем, испытываем. Тем более, сегодня погода у нас пасмурная, вроде дождя как бы нету. Прохладненько. В общем, по-моему, идеальное, идеальное условие для испытания. Посмотрим, какой у нас сегодня будет разгон. И дальше уже будем от этого отталкиваться и думать, что делать дальше. Короче, все, мы едем на полигон. И я прям в предвкушении, что сегодня будет новый рекорд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, все, сейчас поеду, посмотрю, что у нас будет с бустом. Попробуем, если что, отстроить его. Ну и вообще, надо динамику сейчас проверить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько? 0,5. И там открыто по максимуму, да? Ну, нет. Ну-ка, вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 0,7. Да что у нас случилось-то? Что у нас не так? Не знаю. Едет совсем по-другому. То есть, ну, прям вяло-вяло. И сейчас и на полную открыл, да? Нет, еще. На полную вот так вот. Что, пробовать? Ну, пробовать. А в тот раз сколько было на треке? Ну, тоже уже не килограмм. Ну, как и когда? На треке. Первый раз. Первый раз мы на килограмме ездили. Я видел полтора. Тихо, в пике. Да-да-да. Блин, да что ж придумать-то? Как тебя настроить-то? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Вот это он дал дыма. Сколько? Короче, ну, блин, 0,7 по-моему. Что за фигня? У нас, может, актуатор сдох. Не дуется, не дуется. Прям нету вот этого пинка, прям как вот раньше было это. Ну, короче, один фиг. Есть подозрение, что все-таки это не интеркулер виноват. Ну-ка, по температуре сейчас пощупаю. Да нет. В тот раз прям горяченные были. эта банка вообще холодная так а сейчас вообще холодно в принципе по идее при такой температуре он должен прям вообще фигачить короче знаешь что у меня был какой случай? когда у меня был этот самый этот ТТР к нему на карбюратор был одет сразу фильтр нулевик этот фильтр торчал прям вот здесь наружу и в него все время грязью закидывало я такой блин мне это не нравится сейчас я ему сделаю шноркель внедорожный и взял ему одел на карбюратор трубочку где-то сантиметров наверное вот так 30 она была под сидушку и на нее одел этот нулевичок он ехать перестал вот я ему забор воздуха просто перенес по вот этой трубе ему уже стало тяжело просасывать вот это вот гофра она такая шуршавая да то есть там по-любому вход воздуха утяжеляет она в общем сейчас убрали впускную гофру сейчас конечно будет глохнуть все на свете от любого порыва ветра есть предположение что мешает вот эта гофра впуску воздуха ну это чистая теория но проверить стоит сейчас Женек поедет посмотрит что-то по-моему так же да? по-моему так же как обычно восечку так же? 0,5 что за странная странность и слушай асфальт то здесь прям заметно более скользкий прям здесь держак совсем другой надо полагать здесь не чищено не подметено ничего да что короче мы до сих пор не можем понять вообще что происходит сейчас хотим посмотреть как работает у нас актуатор у турбины и процесс будет не весьма таким обычным и будет опасный момент ну хоть покажи что такое актуатор у всех его уйдет ну актуатор ну вот он открывает клапан здесь стоит клапан перепускной и вот надо посмотреть на его работу я буду находиться вот в таком положении и сильно держаться а я буду в это время безбожно валить повороте только аккуратней ну чё там? понятно? он вообще еле открывается сейчас я попробую поваливать посильнее под конец я под нагрузкой прям дал газку на четвертый слышал прострел? да ну и чё? это наверное была самая быстрая езда жопой вперёд, да? знаешь как это не это например, что все в обратную сторону так не прикольно ну он работает он чуть-чуть приоткрывается и это для меня очень странно я не могу понять нифигасе, если для тебя это странно то наверное я могу спокойно сказать что блин я вообще не понимаю что происходит ай, что же, что же может быть а может у нас перестал работать втек? да, вдруг правда втек не работает вот перестал и всё сейчас у тебя субаристы такие не втек, а вот СВС ну я так было предположение что может быть там в фишках вода и они не работают но нет, сухие а как мы можем проверить их? обычно же в принципе появляется вот этот пинок то именно когда срабатывает давай сейчас наверное прокатись не глуши и мы попробуем почитать ну всё, вылази не работает не работает кто не работает? всё не работает втек не работает прям конкретно ты как на атмосфере едешь даже звуков вот этих вот нет помнишь, раньше разгоняешься прям на впуске прям такое всё вся обстановка была настолько гоночная сейчас же ты просто газ даёшь она ну что-то разгоняется ну как-то вообще не так вообще не так я бы если первый раз бы поехал мне бы даже показал ты подумаешь какой-то джигули какой-то ну так же угольный фильтр так же кислородник низкий показатель соленоида турбокомпрессора но это у нас соленоид управления но у нас его нету мы его регулируем сами сейчас попробуем другой компьютер подкинуть который у нас винты не включает посмотрим сколько он дует вот она да кстати по поводу компьютера это вполне реальная такая возможно тема то как так вообще продают вроде бы как рабочие компьютеры но машина скажет один ставишь какие-то одни проблемы появляются другой ставишь какие-то другие проблемы потом внезапно на одном эти проблемы сами решаются собой на другом появляются другие какие-то где-то буфер есть значит они между собой компьютеры общаются один с другим так так ты сейчас на субатома поедешь короче ты не будет и это не делай короче а то тебя выкинут а я в свою очередь это будет делать и мы с тобой будем жить долго и счастливо надо им им имена дать тогда как вот этот назовите этот будет Йорик Йорик а тот я не знаю как с того назовется Борик а тот Борик Лёлик и Борик Лёлик и Борик Лёлик и Борик все с Бориком есть вот так вот он привет передает ха-ха-ха это чё такое это чё такое странный компьютер этот сейчас и вентилятор заработали ха-ха-ха пробуй с ним я чё тачку ничего не произойдет не по прориву ну максимум ты где-нибудь заглохнешь ха-ха-ха ха-ха ну чё-то 0708 ну так же да но винты пока не включаются да? нет а они не включатся они уже должны были включиться еще кружочек дать подогреть? давай третью включить а нет четвертую наверное попал ха-ха-ха ха-ха-ха компьютер ожил ха-ха-ха я не пойму чё с ними не так вроде бы как чуть-чуть пободрее стало но не сильно не сильно а давай отключим муфты и посмотрим давай какие муфты? муфты? муфты втек ха-ха-ха вот тойоты втек а здесь АВЦС по моему давай давай вот эти вот кстати это отличная идея ну я заметил что все точно так же а что это значит? значит не работает? нифига себе я его нагрел ага они поздно срабатывают эти винты а едет так же да? да так о смотри а винты отключились выключился на какой температуре это болик это более как так я не пойму почему так от не отличаются друг от друга прям мозги с одинаковыми номерами все должно быть одинаково почему разница просто колоссальнейшая мы скоро скупим все компьютеры потом эти фишечные потом нам будут звонить а у вас есть да и на фига он только компьютер лучше не знали сейчас майнить можно на них ну короче я начал скачивать другое приложение потому что я сдернул фишки с клапанов а мне ошибку-то новую не дало я такой сразу должна быть новая ошибка 6 а у нас и все опять как и было да то есть он не видит то что у нас есть какая-то проблема с этим с втеком а с отброшенными фишками как оказалось что эта тачка едет абсолютно одинаково что одеты что сняты соответственно в т.к. у нас нету а в т.к. это отсутствие в т.к. это то же самое что обычный овощной двигатель ну с присранной трубиной которая нифига тебе толком не дает в этом случае как же нам не хватает квалифицированного электрика прям просто капец и такого который может приехать и ну потратить время хотя бы чуть-чуть то есть позаниматься нашей тачкой все нас постоянно футболят и плата там потом чуть-чуть попозже подождите сейчас я приеду все сейчас сейчас я там доделаю и приеду и потом все пропали никого нет звонишь и не успешно считывание кодов отлично звонишь ему а он трубку уже не берет или там вечно заняты или недоступен короче все good bye пока и так с каждым электриком так 1 2 3 4 5 6 и так первая ошибка 31 на кислородник низкое напряжение в цепи управления подогревателем до зонда ты давай чего не более такой конкретные ошибка клапана есть а вот это приложение показала что клапана не работают не работают а теперь подключим и сбросим и съездишь а чё за звук стал такой а и 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 передние колеса почти выправил передние колеса почти выправил я больше не хочу такой ощущение что знаешь тебя это но не знаю новое смотрю приложение уже третье приложение короче нам не хватает гидропалки да прям прям а чё я не попробовал можно же было крест клачануть клач сделать а я что-то про это я же я же не знаю все эти приемчики это самарез вот это да вот это гоночный трек надо побрызгать ну ёксель-моксель а я только хотел погонять нормально не спускает вот это вятя вот это колесо уже машина и не насквозь попробовать его дернуть пошел-пошел-пошел спускать за все газуем с ним стираем уже к его стереть надо здесь дальше лечить буду и а и 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 в Субтитры делал DimaTorzok Это было весело Дай мне хоть чуть-чуть, ее почти не осталось Ну на! Она вообще не цепляется, как по маслу фигачит Чуть-чуть газку подал Понеслась Из резины, да? Ну видимо да Раньше я этого не завенчал Может вообще держака нет откровенно Короче, проблему Вы свою никак не решили Да, короче, но самое главное Что мы поняли, что проблема-то эта Оказывается не в интерхулере была И не зря мы съездили на испытания То есть надо копать дальше Выяснять, что это такое Ну, предположительно, что это клапана Клапана АЦВ Надо что-то с ними делать Мне кажется, он на диске приедет Онmandет будет То есть стала красивой Температура Через У ventilation Людмена Эта 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 Это Эта 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, что это здесь было Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да Пора грузиться Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok